В Литве заявили, что за сутки в страну не попал ни один мигрант. Меня зовут Сайхан Цинсаев. Здравствуйте. Литовские власти заявили, что за прошедшие сутки пограничники задержали при незаконном пересечении границы почти 250 мигрантов. Всех отправили обратно в Беларусь. Речь идет о беженцах из стран Африки и Азии, которые уже несколько месяцев незаконно попадают в Литву через Беларусь. Литовские власти даже согласились платить мигрантам по 300 евро за отъезды страны. За последние месяцы в Литву нелегально попали больше 4000 человек. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации. На этой неделе Литва начала выдворять их обратно в Беларусь. Поток беженцев увеличился после того, как Александр Лукашенко в ответ на европейские санкции ослабил контроль на границе. Литва обвиняет Минск в организации незаконной миграции и называет действия Лукашенко гибридной агрессией. Я приехал из Багдада в Минск, оттуда в Литву. Находиться в Ираке мне опасно. Всем опасно, не только мне. Именно поэтому все они оттуда приехали. Там небезопасно. Я плохо себя чувствую. Всем нам тут плохо. Надеюсь, что-то изменится. Нам очень нужна помощь. Приговор основателю фонда Бейринг Восток Майклу Калви едва ли можно назвать справедливым решением, и он может навредить российскому бизнес-климату. Об этом заявили представители нескольких европейских бизнес-организаций, пишет издание «Коммерсант». Накануне вечером суд в Москве приговорил Калви к пяти с половиной годам условно по делу о растрате. Кроме того, в течение пяти лет он не сможет покинуть Россию без разрешения власти, так как должен будет отмечаться в Федеральной службе исполнения наказаний. Условные сроки получили шестеро других фигурантов дела. Им назначили наказание от трех с половиной до пяти лет. Приговор читали два дня. Напомню, что Калви гражданин США, который много лет занимался инвестициями в Россию. Два года назад ФСБ обвинило его в хищении двух с половиной миллиардов рублей у Банка Восточной. Мы представили суду буквально сотни доказательств того, что мы с коллегами действовали в рамках закона и в интересах Банка Восточной. Отсутствие какого-либо преступления подтвердили также все свидетели, которые давали показания в суде. Подтвердили даже свидетели обвинения. Ранее Калви говорил, что стал жертвой корпоративного конфликта. А приговор по делу ему и его партнерам повлияет на все российское бизнес-сообщество. В Кремле на это ответили, что отдельно взятое дело не может иметь глобального влияния. Кроме того, в поддержку Майкла Калви выступали многие представители бизнес-сообщества в России. В Москве в июне этого года зафиксированы максимальный прирост смертей с начала пандемии коронавируса. Об этом говорится в отчете Росстата. По их данным, в первый месяц лета в столице умерли 16 тысяч человек, что на 7 тысяч больше, чем в июне 2019 года, то есть еще до пандемии коронавируса. Рост смертности также зафиксировали и по всей стране. По данным Оперштаба, всего от коронавируса в стране умерли 163 тысячи пациентов. При этом агентство Reuters со ссылкой на данные Росстата сообщает, что с апреля прошлого года по этот июнь избыточная смертность в стране составила 463 тысячи человек. Эта цифра показывает, насколько выросло количество умерших от всех причин по сравнению со средним показателем за несколько лет. Независимые демографы считают, что рост избыточной смертности в России связан с коронавирусом. Вакцинация от COVID-19 и профилактические меры в Германии помогли предотвратить более 38 тысяч смертей и 700 тысяч случаев инфицирования. Таким выводом пришли эксперты Института имени Роберта Коха, которые смоделировали различные сценарии развития эпидемиологической ситуации. В данном случае речь идет о периоде времени с января по июль этого года. По последним данным, в Германии полностью вакцинированы 45 миллионов человек. Это больше половины населения страны. Вместе с тем растет показатель инфицированности населения. За последние сутки в стране выявили 3200 новых случаев коронавируса. При этом неделю назад фиксировали около 2500 кейсов. За время пандемии от COVID-19 в стране умерли почти 92 тысячи пациентов. Европейский Союз вновь осудил признание Москвы, Абхазии и Южной Осетии, военное присутствие России в этих регионах и нарушение прав человека. Заявление опубликовано в 13-ю годовщину конфликта между Россией и Грузией. В частности, по данным ЕС, многие жители непризнанных регионов не получили экстренную медицинскую помощь в период пандемии из-за закрытых переходных пунктов на границе. Россия вторглась на территорию Грузии 7 августа 2008 года под предлогом защиты российских граждан в Южной Осетии и Абхазии. Позже Москва признала независимость обеих самопровозглашенных республик. Грузия и международное сообщество считают действия России незаконными, а непризнанные территории оккупированными. Накануне в Грузии завершились международные военные учения, которые длились 10 дней. Они проходят уже в десятый раз в рамках сотрудничества Грузии с США и НАТО. В них приняли участие более 2,5 тысяч военных из 15 стран НАТО, а также Азербайджана, Украины и других государств. Главная задача проведения этих учений — повысить совместимость между подразделениями стран-участниц НАТО и партнеров Альянса. Грузия неустанно и с большой решимостью идет к намеченной цели — интеграции с НАТО. На этом трудном пути очень важно сотрудничать с членами Североатлантического Альянса и странами-партнерами НАТО, чтобы улучшать наше взаимодействие. В первую очередь я бы хотел поблагодарить грузинскую сторону за прием. Учения прошли успешно. Это была хорошая возможность получить опыт, поделиться своим боевым опытом. Такие учения нужно проводить в будущем, потому что наши территории и в Грузии, и в Украине оккупированы. Дым от лесных пожаров постепенно накрывает Сибирь. По данным МЧС, задымление зафиксировано в сотнях населенных пунктов. В Красноярском крае и Иркутской области жителям рекомендуют носить маски и стараться реже выходить на улицу. Лесные пожары угрожают 12 населенным пунктам в Якутии. Об этом сообщил глава местного правительства Андрей Тарасенко. Он дал указание руководителям спасательных отрядов вести круглосуточное дежурство и держать все силы в повышенной готовности. Сегодня огонь уже уничтожил более 30 домов в горном районе Якутии. Всех жителей эвакуировали. В республике сейчас горит более миллиона гектаров леса, а эти кадры распространило Министерство обороны России. Ведомство направило в зону бедствия 120 военных инженеров на борьбу с огнем. В общей сложности тушением пожаров занимаются больше трех тысяч человек, включая военных. Два человека погибли в Греции из-за лесных пожаров. Они вызваны самой сильной жарой за последние 30 лет и сильным ветром. Огонь уничтожил крупные массивы леса, животных, десятки жилых домов, социальные объекты и машины. Тысячи людей эвакуированы, десятки пострадали. Прошлой ночью пламя подобралось к греческому острову Эвбея. Местных жителей пришлось вывозить на пароме. С огнем сейчас борются сотни пожарных, около 20 самолетов. Дополнительную помощь отправили США, Франция, Кипр и Израиль. Премьер Греции заявил, что пожары показывают реальную ситуацию с изменением климата. По словам Кириакаса Мисотакиса, всю последнюю неделю температура в стране держалась на уровне выше 40 градусов по Цельсию. Производство вина во Франции в этом году упадет почти на 30%. Это рекордно низкий показатель. Причина – весенние заморозки и сильные дожди летом, которые фактически погубили урожай этого года. Расчет будущих потерь сделали в Министерстве сельского хозяйства Франции. По оценкам ведомства, объем производства в этом году будет сопоставим с катастрофическим для виноделов 77-м годом. Тогда причиной неурожая вина также стала плохая погода. Почти все винодельческие регионы Франции в апреле этого года столкнулись с крайне низкими для этого региона температурами – до минус 5 градусов. Фермеры зажигали на виноградниках свечи, чтобы спасти лозу от заморозков. А летом виноградники пострадали от проливных дождей. И, как следствие, лозу начал уничтожать грибок, вызывающий гниение. Как сильно вырастут цены на вино из-за падения урожая, пока не ясно. Первая попытка марсохода Perseverance взять образец грунта с поверхности планеты закончилась неудачей. По данным НАСА, ударное сверло сработало как положено, однако контейнер для собранного грунта в итоге оказался пуст. Специалисты считают, что, скорее всего, причина не в проблемах с оборудованием, а в сдвиге породы при бурении. Аппарат Perseverance приземлился на Марс в конце февраля. Его задача — искать признаки жизни под поверхностью планеты, а также собирать камни и грунт. И в НАСА планируют, что контейнеры с собранным грунтом доставят на Землю в течение нескольких лет. Ну что ж, это были главные новости к этому часу. О других новостях вы можете прочитать на сайте karantime.tv. Меня зовут Сай Ханцинсаев. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok